Добрый день наши дорогие подписчики и гости канала, с вами Наташа Моляр и вы на моем канале Жизнь без дублей. Сегодня чудесный весенний, уже весь солнце какой день, прошло около двух недель с тех пор как мы ездили на мебельную фабрику, которую мы подобрали у нас в Александрове и заказали спальный гарнитур по проекту, который сделали нам дизайнеры. Подробнее об этом есть в наших выпусках и ссылочка на плейлист будет в описании к видео. Сегодня мы приехали на фабрику, внесли доплату и нам кстати очень повезло, что нам в связи со всей ситуацией не подняла фабрика стоимость. Вообще это большая удача, согласитесь. И хотим заодно зайти посмотреть как там обстоят дела с изготовлением нашей мебели, о чем сейчас и буду рассказывать. Пойдемте. Да, черныш. Все вокруг тает. Так что идем прямо на производство, на производство с вами. Это всегда очень интересно сходить на производство, правда? Прикоснуться к процессу созидания. Вы не представляете, какой тут стоит аромат дерева. И вот лежит дерево, из которого тут и делают мебель. Это сосна и ель. Производство работает на натуральных материалах. Все делают из натурального дерева, из сосны и из ели. Что вы пробовали? Смотрели, как считать подъемный механизм, который правильно должен работать и так далее и тому подобное. То есть это просто пробуемый вариант. Макет это у вас? Да не макет даже. Собрали механизм в рабочем состоянии. Это нам для кровати купили механизм подъемный. Фабрика в своей стандартных моделях не делает кровати с подъемным механизмом. А у нас по проекту должен быть подъемный механизм. И нам пошли навстречу, для нас его купили. И вот ребята собрали, тестировали, пробовали, как все будет для того, чтобы потом правильно все установить. Вот видите, с газлифтом этот подъемный механизм. Поэтому подниматься он будет, в общем-то, легко. А то у меня муж переживал, что я не смогу потом поднять это. Нет, ну это похоже на вашу. Вот жалость еще и не начали делать. Это просто похоже, да? Да. Похоже на нашу, да. У вас будет рисунок такой же, а филенки будут прямые. То есть мы, как вы это, да, 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 и у вас они будут пошире, у вас же вот этой обвязки нет. Видите, как делают. То есть. Красиво так получается у вас. Да, это не наша спинка, нашу кровать еще не начали делать. Но Валера просто по ходу увидел похожую. Очень, да, здорово. Сейчас уже больше пяти часов. Основной процесс тут на производстве закончился. Мы, как обычно, поздно приехали. Вот, это, наверное, наш комод. Это комод, да? Это будет комод. Ну что же, по-моему, он великолепный. Основательный. Ну, вот они, эти накладки. Это под полки, да? Да, это не под полки. Это тут будет направляющий. Крепится с ящиками. Ага. Ну, под ящики, да, я неправильно сказала. Да, материал нравится. Очень. А тебе? Мне тоже. Видишь, он как бы массивно смотрится за счет вот этого, с верхней накладки. Да. А сам он потонечен. Где-то один, сколько вам массива получается? Один. Что? Ну, вот это. Столешница? Да, да. Вот, смотрите, с торца толщина столешницы. Видите, какой у комода. И все массив дерева. Это очень приятно, да? То, что это массив. Краску, а у нас по проекту вся мебель крашится в разные цвета. Мы купили и предоставили производству те цвета и оттенки, которые нам непосредственно нужны. Вот видите, основные работы на сегодня уже тут везде закончились. А я, как любопытная, со своей камерой хожу. И у нас есть возможность все посмотреть. Да, это может быть, кстати, и наш шкаф, действительно. Может быть, еще чей-то шкаф. Да. Зато за счет того, что мы поздно приехали, в отличие от нашей первой поездки на фабрику, когда мы только ее нашли и приезжали договариваться. Об этом тоже был выпуск. Вот на него будет ссылка, кто не видел. Здесь все работали, ну, на всех рабочих местах я имею в виду. И такой шум стоял от станков деревообрабатывающих. А сейчас мы с вами можем все рассмотреть внимательнее. Видите, все делают из массива. Вот это дверцы какие-то. Ну, я, конечно, не спец в деревообработке, но мне кажется, как потребителю, что очень качественно все делается. Так что вот такая фабрика есть у нас в Александрове, имейте в виду. Они говорят, что у них очень много заказчиков из Москвы. Ой, смотрите, какие вроде обрезки, а такие симпатичные. Мне кажется, их можно даже на что-то использовать, да? На всехозяйстве. В рукоделии все пригодится. А, вот это боковина у кровати. Она у вас такая же будет. Вот, да, вот, кипица. Смотри, брусок. Здесь тоже брусок. Через него будет притягиваться. Шканты будут, шканты вставляются. Прямые, ну, они, филенки будут, они просто будут прямые. А, Лена, знаешь, как? Да, это ваша. Ой, это наш шкаф. Точно мы определили изначально. Так, это ваша шкаф. Ну, вот эти полки, которые были, ционарные, и остальные полки будут съемными. А, это антресоли нашего шкафа. Да, вот шкаф с полочкой. Вот, видите, как получается. Тут у этих будут колонки. Ой, это шкаф с полочкой. Это который Валерин, да? А у вас будут фасады уже, вот, грубо говоря, тут заподлицо фасады. То есть, как на обычных стандартах. Вот они, фасады. Вот это, помните, там в проекте Валерин шкаф с полочкой, чтобы он туда мог телефон там положить. В этой полочке еще у нас подсветка по проекту. Это вот этот шкаф. То есть, мы изначально хотели накладку сделать, накладку просто на фасады. А вот антресольные фасады. Мы решили заморочиться и делать, прям, вот, треугольные филенки, мы вставлены. А, как разводят. И фасады. Но это еще, пока они в работе у нас. Это фасады шкафов, начало? Это антресоли. А, антресоли. То есть, у шкафов-то они вот эти, большие фасады. Красота какая. Видишь, как вы видели процесс. Да, это прикоснуться к производству, это очень приятно. И мне кажется, что интересно всем зрителям посмотреть, вообще, как создается мебель. Да, потому что, когда ее уже покрасят, будет не очень понятно, что там внутри. А сейчас мы, как бы, точно знаем, да, и уверены, что там везде дерево. Да еще такое шикарное. Красота. Вот, фасады на комоды. Ага. То есть, ну, как на рисунку, как говорится. Сейчас я ручку найду. Вот, это фасады для комодов. Видите, они с таким кантиком у нас. Сейчас найдут ручки, уже купили. Такие же, как в проекте. Мелко. Прямо. Ну, рисунок красивый. Да, очень. Ну, рисунок, я не знаю, через краску-то его будет видно вообще? Видит. Да? Да, такой рисунок будет. А мне кажется, что... А, ты имеешь в виду, он будет как фактура виден, наверное, да? Алексей, а как текстура... Как фактура будет. Да. Рисунок не будет видно. Будет только как... Не знаю, что это, текстура, фактура, выпуклость. Они выделятся в волокнах. Ага. Сейчас нам покажут, как он будет выглядеть в крашеном виде. Фактура, текстура. Уже так уже красиво. Да, уже так очень красиво. Снимаешь? Что-то на дверях так... Ну, вот он, видите? Да. Вот он, ваша семья, кстати. Да, то есть фактура виден, да. А, вот это... Вы образец выкраски делали, да? Той краски, которую мы привезли? Да. Вот патину получили. Вот шикарно. Да, сделаем. Ой, патину нам за... Да, да, она очень подходит. Вот это, да, вот. Прелесть. Ну, это один слой по краске. То есть, это первый слой. Да, один. Он как бы питался, и... То есть, надо второй слой делать, он будет более глянцевый, будет более гладенький. Но, тем не менее, волокна, они все равно, они набухают. Волокна будет видно, ничего не сделаешь, кстати. Да, это хорошо, наоборот. Это водная краска. Это, наоборот, хорошо, что они будут видны. Вот и ручка. А вот и ручка, прямо как на проекте. Да, в жизни она лучше, чем на картинке. Спасибо, Алексей, все нашли. А винты, они вот, видите? Да, да. Это так, декор. Это для шкафов, да? Ну, да, для шкафов, простые грибочки. Ну, они, по крайней мере, в одном отом, ну, да, стиле. И матом, матом, и нашли все, пацаны. Да, какие вы молодцы, все нашли. И механизм купили, и насы попробовали, и даже бацин. Мне кажется, она там должна быть такая, какая-то серо-черная. Там золотистая. Золотистая, да. Там единственное, что по-другому мы будем пробовать ее сделать. Там она не вот вся колевка. Там полосочкой вот идет. Здесь, ну, в углах рисунка. А мне кажется, это ее нижним слоем красит, а потом как бы подснимают шлифовкой. На самом деле, там очень много способов, как ее делают. То есть, ее можно вот именно носить сначала до покраски, а можно нанести ее прямо на эту краску. То есть, я сделал так, что я нанес на эту краску. Единственное, что мы будем стараться сделать, чтобы у нас патина осталась только в углах непосредственно. Но вот в этом месте и вот на рисунку, то есть, на выпуклых частях ее не будет. То есть, будет как две полосы, и она будет идти у нас в термошвах внутри будет проходить. Это красиво. Красота будет. Не полностью всю эту колевку будем закрашивать. Она будет утонченная болезнь. Да, то есть, просто линии. Молодцы. Вы как-то подошли к этому делу, интересно. Попробовали все. Ну что, тогда не будем отвлекать от работы. Да, очень. Спасибо, что у нас принято, показали. Я думаю, всем нашим процессом. Да, я думаю, что всем зрителям будет интересно, как идет процесс. И мы, в общем-то, в вас не сомневались. Но увидеть еще раз это своими глазами, как все происходит, это очень здорово. Вот. Спасибо вам огромное. Хорошо, это радостно. Да. Здорово вообще. Так это радостно все. Успехов. В нашем легкое время. Здорово. Оно просто, ну, недолго, на самом деле, так это все изготавливать. Ну, дольше мы до вас делали, ну, до вас подходили до вас заказы. Да, да. У нас здесь примериться надо. Заканчивали другие заказы. Ну, одна же подписчиков уже были заказы. Да, два подписчика есть. Ну, заказы есть, здесь, ну, непонятно какая тут будет обстановка, как бы, чтобы с ценами сильно поднялись цены на фурнитуру, на краску. Вот. То есть, ну, на древесину-то еще запасены, да, держатся. Смотри, вот сколько запасены. Так это уже тоже по повышенным ценам. Да, смотрите, сколько лежит древесины в ожидании создания мебели и дверей. Да, процентов 90 идет дверь. Да, основное производство у них это двери. На двери тоже дам ссылочку. В описании к видео будет две ссылки на саму фабрику. Ну, в смысле, у этой фабрики как бы два сайта. Один сайт по мебели, второй сайт у них основной это двери. И двери тоже очень хорошего качества. Ну, соответственно, из дерева, из массива, разных цветов с разными фактурами. И двери это основное производство, а мебель это они сейчас развивают. Вот, поэтому, если вам нужны двери, то тоже можете заказывать. Они их и отправляют, и доставляют. Вот, поэтому я уверена, что эта информация будет полезна всем, у кого есть частный загородный дом, да, и кто делает там какой-то ремонт и обустройство, или подумывает об этом. Вот кровать тоже ломка. Из Омска тоже наша подписка. Из Омска, да? Ну, доставка дорогая, получается. Ну, Ломск, да. А так у вас в основном заказчике, это Подмосковье, да? Ну, да. Понятно. До свидания. До свидания. Погода какая сегодня чудесная вообще. Прям весна. До свидания. До свидания, Алексей, большое спасибо. До новых встреч. А сколько еще ждать-то примерно? Так, чтобы мы покрасить успели спальню. Ну, неделю-две. Неделю-две. Отлично, отлично. Очень хорошо, да, мы успеем. Ну, все, до свидания. До свидания. Ну что, вот мы и побывали на фабрике вместе с вами, посмотрели нашу мебель. Мне кажется, что все чудесно, от солнца развернемся. Здравствуйте, все наши. Традиционно здороваются, Валерий Леонидович, настроение у нас отличное, ребята, молодцы, все сделали. Ну, не все сделали, но как бы делают все, все идет, движется, несмотря на сложное время. Показали нам, от души все рассказали, попробовали с материалами, ну, и все увидели, короче. Да. Ну, все. В общем, на этой позитивной ноте поедем готовиться краситься. Да, нам теперь надо успевать. Да, надо успевать. Все, пока-пока, до новых встреч на канале, весны, обновлений и всего самого замечательного. Спасибо за просмотр, приглашаю вас посмотреть и другие выпуски на канале. Спальня моей мечты, все выпуски с самого начала, ссылка на плейлист. Теплые полы по грунту в загородном доме, наш отзыв после эксплуатации. Обзор кухни через полгода после эксплуатации, нюансы. Всего доброго!